Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Ти-Лим, потрясающий 23-й псалом. Он вообще у меня один из самых любимых книг, если так можно сказать. Псалом 23, Раби Цви Эмельмелих Шапира в книге Бней Сахар приводил мнение великого Ризаля, что 23-й псалом помогает получить от Всевышнего достаток благословения на все абсолютно дела. И он дает интересный намек. В этом псалме 57 слов. 57 слов, а это соответствует числовому значению слова «зан». В переводе означает «дает пропитание». Вот поэтому хорошо произносить этот псалом 3 раза во время третьей субботней трапезы. И тогда получается, что это помогает заработку на всю неделю. Этому соответствуют слова Давида из-за главе псалма «Господь мой пастырь, не знаю ни в чем нужды». Когда человек хочет иногда получить ответ с неба, вот какой-то ему мучает что-то, там написано, что во сне, когда для того, чтобы получить во сне ответ, семь раз перед сном читают этот псалом, и после каждого представляет собой имя Бога Ютхей. И вот обязательно намек будет получен, но это надо делать не одноразово, а так несколько, некоторое время подряд. Этот псалом приводит заработок. Еще раз я уже повторяюсь, но написано это в другой книге, что если читать его перед едой, это выносит заработок. Псалом 23 – это молитва о вере. Тут как бы невероятная сила веры пробуждается в Творца. Что еще? Из этого псалма муждрецы выводят с Гулу есть рыбу в Шаббат. Здесь написано, что на приятных Нивах ты поселяешь меня. И опять-таки тот же самый Цви Элемелих Денова учил нас, что есть обычай кушать рыбу в Шаббат из-за трех благословений, которые Бог произнес во время творения. Первое – это он рыбе дал благословение «плодитесь и размножайтесь, наполняйте воды Марии Брешит». Второе – благословение дано человеку «плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». И третье – что благословил Шаббат. И вот, когда мы едим рыбу в Шаббат, написано, у нас появляется заслуга в объединении трех благословений данной человеку. Написано в книге Каэли, что трехслойный шнур не скоро разорвется. И мы находим намек. Здесь об чем, вот на Нивах приятных укладываешься в этом псалме, Всевышний описан как пастырь, который заботится о своем народе и заботится о его потребностях. И слово «деше», «зеленые Нивы» – это акроним слова «дагим», «шаббат» и «адам». То есть рыба, шаббат и человек. И вот такое через простое действие поедания в шаббат подсказывает нам Тигили. Постоянная забота о Шеме проливается на нас в этом мире. Что еще? Встречается имя, есть такое в этом псалме, очень великое имя Бога, который, первые буквы, которые проходят через слова, дающие долгие сроки, дом Господа на долгие годы, написано, что это слова, которые в состоянии это имя продлевать жизнь людям. Псалом 23 показывает, с каким доверием Давид следовал за Богом, и поэтому именно ему Бог доверил то, что называется, стадо Израиля. Самое главное, что воспитывает этот псалом – это чувство упования на Всевышнего. Это можно достичь, написали мудрецы, размышляя над этим псалмом Давида, который начинает со словами «Господь мой пастор, не будет у меня нужды». Надо несколько раз почитать этот псалом, усвоить его содержание. Враги, о которых говорится в этом псалме, это личный враг, таящийся в душе каждого человека, его дурное начало. 227 букв этого псалма – это гематрия слова «браха». Ребель говорил, что если у человека бывают панические атаки, все многие знают, что это такое, немедленно читать 23-й псалом. Не обязательно его учить наизусть, надо знать его содержание и сразу брать и читать. На любом языке, особенно важно его произносить по субботам, понедельникам и четвергам. Накануне субботних свечей очень помогает тоже этот псалом. Надо вообще понять, что в наших руках невероятная сила. Перед важными событиями положено читать этот псалом, чтобы внушил Бог в нас уверенность. Находясь в сомнении и депрессии, читается 23-й псалом. «Выходя из дома, читается Господь мой пастор, и этот день будет удачным для вас и для тех, за кого, может, вы просите». Есть еще одна сгула. Часто этот псалом рассматривается как краткое, но точное описание самого продуктивного подхода к вопросам заработка. Давид вспоминает о чудесной помощи, которую он получил в тот момент, когда у него вообще не было уже никакой надежды на спасение. И то же самое написано будет с читателем этого псалома Тиилим. Тот, кто беспокоится о заработке, надо произносить постоянно слова 23-го псалма и обдумывать, красивый образ пастуха, заботящегося о своем стаде. Вот такой великий псалом. Брахава Ацлаха, идем дальше с Божьей помощью.